Вы знаете, у нас часть детей, начиная с марта, начинает выдавать пищевую переплесную аллергию, так называемое оральное проявление. Это выглядит клинически так. У них начинается чихание, зуд-мёба, зуд-фек, иногда крапивницы, на продукты с пищевым перекрестным механизмом. Это при березе, лещении ольхе, это орехи, мед, яблоки, морковь. Вот этот салатик красоты, свежая морковка, свежее яблочко, растительное масло какое-нибудь и сверху орешки, он способен вызвать сильнейшую крапивницу у таких деток. Картофель, сельдерей, косточковые, груши. Каждый выбирает свои какие-то аллергены. Значит, эти аллергены являются не мажорными, а минорными. Они вторичные, потому что вот главный здесь – это пыльца, основной пыльцевой аллерген. Они термолюбильные, то есть достаточно изменить дачу продукта. Если это, например, морковка, то только вареная и в небольшом количестве. Если это яблоко, то в виде пастилы или запеченной микроволновки. И уже совсем по-другому как бы меняется картина. Но есть дети с такой высокой степенью чувствительности, что они эти продукты просто в рот не берут. У них неприятные ощущения. Вплоть до тошноты, рвоты, боли в животе, то есть как бы вот сильного такого непереносимости сильной. Понимаете, как вам сказать? Это попытка понять, что вызывают у ребенка те или иные клинические проявления. Если у нас дело касается пищевой аллергии, для этого мы выстраиваем определенные эллиминационные диеты. Это для того, чтобы не идти вслепую. Но вот по поводу теста на аллергию. Значит, 80% диагноза – это анамнез. Вот иногда вот эти нудные, задаваемые с разных точек зрения вопросы, которые родителям непонятно, почему ты так их гоняешь по этим ответам, это и есть выход на необходимый причинозначимый фактор. А все остальное, в том числе лабораторная диагностика, является подтверждающим. Внутри нас огромный космос. У нас огромное количество антител, у нас огромное количество клеток. И вы прекрасно понимаете, что когда ручейки бегут, они же не идут к каким-то геометрически правильным направлениям. Они идут по-разному. Вот у нас в организме огромное количество коллатералей. Если мы давим один путь, значит, возникает какой-то рядышком, которые идут по коллатералям. Если мы давим одно, один компонент, у нас возникает еще какой-то. Иногда получается так, что эти лабораторные диагностики, которые совпадают с клиникой в 50%, вот почему она выведена за рамки ОМС? Потому что она иногда малоинформативна. Или родители приходят, а там одни отрицательные результаты. Мама точно знает, что нельзя есть яблоко и морковку. Морковка и яблоко отрицательно. Почему? Нет наличия антител. Идет дозозависимая реакция. То есть или антитела в таком ничтожном количестве, что система их не поймала. Это тоже надо помнить. Или другая система. Сдает анализы, видит гиперреакцию на кошку. Это бывает достаточным фактором убеждающим, который семья расстается с пушистым другом, членом семьи, потому что оказывается, что пищевые аллергены здесь ни при чем. Здесь вот кошка, которая у нас сформировала такую тяжелую картину, например, атопического драматита или аллергического ринита. Но это все решается в каждом конкретном случае. Кому-то это очень надо, а кому-то не надо совсем. Но у нас сейчас все родители читают интернет, все знают, что такие методы обследования есть. И все этим активно пользуются. Иногда это бывает на пользу ребенку, иногда бесполезно. Но знаете, знать, что у тебя ничего нет, это тоже результат. Отрицательный результат, он же тоже результат. И он помогает, ну хотя бы не бояться. Мы еще, как бы, полное аллергологическое обследование включает осмотр, анамнез, кровь, лабораторную диагностику, вот то, о чем вы говорите, специфические антитела иммуноглобулины класса Е, и кожные пробы. Кожные пробы совпадают с клиникой уже в 80%, а не в 50%. Они как бы являются подтверждающим. Если они настоящие, то с кошкой мы расстаемся. Если там реакция сомнительная, можно какое-то время еще подождать. Но если мы знаем, что ребенок уже начал иммунологически реагировать на кошку. И вот здесь у нас стоит вопрос, что больше принесет вреда для ребенка. Наличие периодического контакта с аллергеном или расставание с животным. Иногда мы видим случаи, когда мы расстаемся с кошкой, а клинические улучшения не происходят. Почему? Невозможно избравиться сразу же от слюной мочи, шерстенок, которые вот кругом. То есть вроде бы как легче, и в то же время и не легче. Тогда спрашивается, зачем изничтожали кошку. И второй вариант. Иногда, когда мы видим высокий степень сенсибилизации, и мы убираем животного, ребенку сразу становится легче. Это, собственно, ответ на вопрос. Но тогда следующий вопрос. А психологическая травма? Если ребенку 2-3 года, его легко переключить, это одно. А если ребенку 7-8 лет, и он плачет от того, что расстается с пушистым другом? Вот тогда что? Мы нанесли ему улучшение, мы нанесли ему травму. Здесь каждый раз это, знаете, палка о двух концах. Если мы точно знаем, что это кошка виновата в постоянном обострении аллергического ринита, то да. А если кошка живет с вами 5 лет, а ринит обостряется только в мае, то, может быть, не трогать кошку, даже если мы находим антитела. Вы знаете, аллергенами являются все продукты жизнедеятельности животного. То есть шерсть, слюна и моча. Как правило, если возникает реакция, она же бывает не только на шерсть, она же бывает на эпидермальные аллергены. И поэтому я видела аллергическую реакцию и на лысых кошек, и на гипоаллергенных собачек. Другое дело, что на них чем меньше шерсти, тем лучше организму, скажем так. Но а что делать людям, у которых, например, есть такие редкие формы аллергии, как сенсибилизация к человеческому волосу? И тогда что получается? Кого выгоняем с дома? Маму-папу, у которых есть аллергические проявления волос? Здесь нужно очень конкретно каждый раз взвешивать решения, которые мы принимаем. Поэтому здесь прямого ответа, что вот заведите лысого сфинкса, и у вас будет все хорошо. А если он будет реагировать на мочу или на слюну этого сфинкса, и ничего не будет хорошо? Поэтому здесь тактика такая. Если мы видим тяжелые проявления, аллергических каких-то проявлений у ребенка, кожа ли, крапивница ли, ринит ли, астма ли, лучше не заводить дополнительный фактор агрессии. Животное – это всегда дополнительный фактор агрессии. Появляющееся время от времени работы о том, что часть собаки, собаки, которые улучшают астму течения, или благоприятно действуют на детей. Но если астма сформировалась с психоэмоционального генеза, у ребенка сильные проблемы с неврологией, и это запускает обострение астмы, то да, там наличие собаки, которая своей любовью окружает, может быть положительным моментом, и нет сильной реакции на шерсть. Если это истинный топик, который не может подойти и погладить своего путенка, если путенок его лижет, у него появляется крапивница, вот вам два случая клинических. Продолжение следует...